На протяжении трёх дней жители Малаховки приходили на участки по месту жительства, чтобы выполнить гражданский долг. На участке номер 1550 выбор сделал председатель Совета депутатов Владимир Ружицкий. Подробности у нашего корреспондента. Ушло? Да, да, голос. Спасибо. Вы проголосовали. Я думаю, что наши граждане сегодня именно дадут голоса за того, кто сегодня опытен, знающий, умеющий постоять и отстоять, и имеет мудрость и объективность в тех вопросах, которые происходят сегодня как внутри страны, так и за рубежом. На избирательном участке 1550, несмотря на рабочий день, проголосовали больше ста человек. Наблюдатели следили за порядком и соблюдением тайной голосования. На нашем участке находятся два КАИБа, в которые люди кидают свои бюллетени для голосования. Находятся две кабинки, в которых они могут сделать свой выбор. Также у нас ведётся видеозапись. Также у нас на участке есть сотрудники полиции, сотрудники дружины, которые следят за порядком. Отдать свой голос смогли жители, достигшие 18 лет. Всё, что нужно, иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации. Надежда Петренко проживает на Красковском шоссе. После прохождения регистрации выдали бюллетень, и она сделала свой выбор. Когда мы избираем того человека, которому мы доверяем, тогда и жизнь, наверное, лучше станет. Я постоянно участвую в выборах с 18 лет. Всего в Люберцах работали 173 избирательных участка. В этом году впервые жители делали выбор дистанционно. С помощью компьютера или телефона через портал госуслуг. Анастасия Кладинова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.